Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Китай начал вводить жесткие санкции против американских компаний. Британский источник Financial Times сообщил, что на фоне стремительного ухудшения отношений США, китайские власти начали вводить жесткие экономические санкции против американских корпораций, работающих на внутреннем рынке КНР. Британские журналисты сообщили, что китайские власти приступили к зачистке американских компаний в ответ на технологическую блокаду, организованную американской администрацией против китайских компаний. За последние два месяца власти КНР ввели санкции против крупнейших американских оружейных корпораций Lockheed Martin и Raytheon, а также против американского поставщика чипов и микросхеп компании Micron. В прошлом месяце правоохранительные органы КНР провели обыски в американской компании Mids Group, а также закрыли офис британской корпорации Deloitte, оштрафовав ее на 30 миллионов долларов. По данным Financial Times, председатель КНР Си Диньпин потребовал от китайских чиновников усилить давление на американский и европейский бизнес, работающий на внутреннем рынке технологической сфере. Бывший советник президента США Барака Обамы Пол Хэндл заявил, что китайские власти перешли к широкомасштабной акции возмездия, организовав полицейские рейды против западных корпораций. В случае дальнейшего ухудшения отношений США и ЕС, китайские власти по прогнозу Хэндла могут перейти к более жестким мерам вплоть до захвата в заложники топ-менеджеров западных корпораций. Таким образом, китайские власти готовы ответить на арест в аэропорту Ванкувера, по запросу американских властей финансового директора Huawei Мэн Вэнчжоу за нарушение американских санкций на поставку высокотехнологичного оборудования иранской компании. Китайские власти в будущем также могут использовать аналогичные мотивы для ареста топ-менеджмента американских корпораций. Еще одним шагом может стать национализация активов западных компаний в КНР. Американские власти, осознавая усиливающиеся риски работы американских компаний на китайском рынке, призвали их сократить присутствие в КНР и начать перемещение производственных площадок в другие страны, включая Индию и Вьетнам. Однако данный процесс растянется во времени на годы.